Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Наталья Гелезудинова и мой канал Делимся Опытом Взаимно. Вот сейчас хочу поделиться с вами таким видео, в котором хочу показать я капусту. Как взошла у меня цветная капуста Дарья, которую я выписывала из Челябинска. Я такого еще чуда не видела. Вот посмотрите, посмотрите, оболочка совершенно не встает. Я вот не знаю, что с ней, как ее снимать. Вот кое-где, конечно, она упала, но вот она почти везде, почти везде. Вот такие вот у нее зелененькие гранулы, вот такие зелененькие гранулы, и она вот такая вот у меня стоит. Вот два рядочка ее здесь Дарьи и два рядочка Мегатон. Мегатон, конечно, хороший, стоит как столбик, и уже с середки начинают пробиваться настоящие листочки. Но вот эта Дарья, я ее не один год выписывала. Она очень хорошая, и вот такого чуда я ни разу не видела. Я даже сомневаюсь, будет ли что из нее, какой толк. Вот так вот. Я даже, знаете, что сегодня делала? Я вчера ее полила, хотя и она и так сырая. Положила пленку полиэтиленовую на нее, пакетик. И она у меня вот до сегодняшнего дня лежала. Я думала, она отмокнет, отсыреет, как сказать, и они все-таки у нее слетят. Вот. Ну, что-то я не вижу, не вижу. Может, там что-то маленькое получше стало, но я даже не вижу, чтобы, ну, чтобы там что-то изменилось конкретно вообще. Ой, вот здесь вот еще тоже как-то вот капуста вот такая. Один рядочек вот это Слава и два рядочка. Два рядочка. Сейчас я скажу, какие. А, два рядочка вот лебедушка. Они тоже хорошие. А вот здесь Добровольская. Вот Добровольская. Вот так чуть-чуть, чуть-чуть, вот помаленечку всходит. Ну, какие-то семена не очень. Тоже из Шлябинской. Не знаю, как вот угадать на хорошие семена. Я не знаю. Не знаю. А так остальная вся капуста взошла. Вот так. Сейчас я покажу вам мои цветы, которые я перенесла в рассадник. Не отапливаем, в холодный. Как она там себя чувствует. Капуста там есть. И капуста, которую я уже раньше сеяла, в конце марта. Для того, 25-го, что ли, матр, что ли, уже точно не помню, в конце, позднюю. Ну, вот так вот выглядит моя рассада, которую я садила в конце марта. Это рассада, в голландские семена написано, и рассада называется чудо на хранение. Вот такая вот капуста. Вот такая вот капуста. Не знаю. Вроде и рассадник холодный. Я вот эту крышку сейчас держу на двух кирпичах. Она открытая. Ну, не так, конечно, потому что у нас сейчас очень ветер большой. И на градуснике, на градуснике всего лишь 11-12 градусов. Так что здесь вообще хорошо. Ну, вот, хотела я показать еще вот такую капусту, которая здесь. Здесь, конечно, она очень густо насеяна. Это грибовская, номер один. Что-то я даже не знаю, посоветуйте, стоит здесь ее прореживать, продергивать. Потому что я ее потом буду высаживать буквально в начале мая на, как бы сказать, там тоже рассадничек такой узенький, небольшой, холодный. И я буду ее туда высаживать. И вот, а это июньская. Я вот думаю, не знаю, проредить ее или же оставить ее все равно рассаживать. Посоветуйте. Ну, а здесь вот у меня еще анютины в этом рассаднике. Немножко петуни вытащила сюда, которые сюда маленечко крутила. Ой, какой ветер вообще. Шумит, вам, наверное, слышно. Вот здесь вот у меня анютины. Вот здесь сразу я уже показывала, которые анютины. Ну, одинаковые семена, что вот здесь, что там. Ну, здесь я все что-то пропадала, подсаживала. Она сейчас вот такая, где большая, где маленькая. Маленькая от того, что я ее... Так, травинку выделила. От того, что я ее подсаживала. Вот здесь тоже вроде бы неплохая. В общем, вот так вот. Ну, гвоздика больше в жизни садить не буду. Это черенки-гвоздики. Гвоздика-шабо. Ну, тоже я бы не сказала что-то хорошее. А вот с этой гвоздики я брала черенки. Она была тоже така тонкая, никудышняя. А сейчас она... Ну, оправилась. Хотя ее вот опять, видите, опять ее обрывала. Вот здесь вот прямо обрывала. Вот видно, как обрывала. Чтоб она не перетягивалась. В общем, мне не нравится с гвоздика возиться. Мне нравится, что попроще. Сразу условий нету никаких ее держать. И мне не нравится. Не буду, наверное, ее больше сажать. Ну, ладно, много показывать не буду. А то потом нечего будет показывать. Маленько попозже, когда зацветет массовая питунья. Она уже цветет так красиво. Тогда я вам сделаю обзор. Ну, а пока до свидания. Подписывайтесь на мой канал. И будем смотреть вместе, какая замечательная питунья у меня распустилась. До свидания.